Сегодня создатель арта и его главный редактор Павел Лимеров со смехом вспоминает, как целый год собирали первый номер журнала, даже не зная, выйдет ли он когда-нибудь вообще в свет. Долгие месяцы коллектив сидел без зарплаты и ждал, что когда-нибудь их детище всё же получит бюджетное финансирование. Арт рождался в трудные годы, как раз тогда, когда у людей возникла потребность в новой литературе. В советское время закончилось, и в новую эпоху произведения социализма уже как-то не вписывались. Первый номер встретили на ура. Он очень быстро разошёлся. Тогда я ездил в Эстонию. Вместе с Талином делали презентацию журнала. Тогда мне сказали, что у нас в Сыктывкаре вышел буржуазный журнал. Почему – не знаю. Но он был красивым. Тогда же советские издания все были серенькими, а наш такой яркий и интеллигентный. На страницах журнала соседствуют именитые писатели и поэты. И те, кто только пробует себя в литературном творчестве. Поэтесса из Усенска Наталья Стикина уже не из новичков. Её лирика и верлибр хорошо знакомы читателя Марта. Сегодня она готовит к изданию подборку из хайку. Это короткие японские стихи. Недавно Наталья стала лауреатом международного конкурса японской поэзии, в котором приняли участие порядка четырёх тысяч работ. А я всю жизнь пишу наравне с классической лирикой, да, на русском языке. Ещё увлекаюсь восточной поэзией. Но пишу больше её для себя, потому что это не для чтения вслух поэзия, а именно для чтения глазами. Потому что три строчки, а смысла в этих трёх строчках очень много, и каждый должен для себя это выявить. То есть это получается стихотворение должно находиться наедине с читателями. Сегодня арт хорошо известен и за рубежом. Ещё в 1999-м комиссия ЮНЕСКО по делам культуры назвала его уникальным изданием многонациональной России. А спустя два года журнал принимал участие во всемирном конгрессе русской прессы в Нью-Йорке. А один из номеров арта был издан совместно с шведским журналом «Культура стран Баренцева региона» на шести языках и представлен на выставке европейских изданий в Гетеборге. Журнал «Арт» широко показывает жизнь. Он публикуется на двух языках. А значит, русские могут поближе ознакомиться с комикультурой. Здесь есть и этнография, есть изобразительное искусство, картины наших художников. Я считаю, что журнал о себе уже заявил и показал, что он нужен республике. Концепция, центральная идея, художественное решение – вот тот прочный фундамент, на котором держится журнал, уверен главный редактор. Придерживая строго этого рецепта, издание всегда будет любимо читателями. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал «Юрган».